Иди сюда. Буря. Буря. Буря, смотри, что есть. Смотри. Всё. Нельзя. Нельзя. Я не знаю, я долго думал над кличкой и... Ну, что-то буря и буря. Ну, должна быть в любом случае буква «р» в кличке, потому что она такая, ну, придает какую-то такую силу. Всё, сядь, сиди. Буря. Ну, ты порядочная собака. Сядь. Ну, как раз, собственно, Иловайск, это был такой толчок пойти точно. Я не был уверен, потому что не был человеком военным. Ну, помогал немного волонтерам по возможности, но не был, ну, не решался, потому что одно дело там какое-то около футбольчика, и другое дело совершенно это, ну, уже взять руки оружие и, ну, уже не революция, да, уже война. Ну, крымчане, ну, с движения, да, вот, которых я знал, которые знали меня, они были в Азове. И, ну, руководство, опять же, нас не кидали, ну, было пара моментов интересных, да, но мы этого сами хотели, просились, как будто это да. А так, ну, так, чтобы нас кинули и забыли о нас, такого не было. То есть всегда была поддержка, всегда, ну, ты знал, куда ты идешь и зачем. Как бы, не было такого, что вот, парни, идите туда, стойте вот на вот этой вот равнине и ждите, пока по вам ударят с градов. То есть такого не было. Сепары немного кретины. Они говорят по этим, ну, я не знаю, правильно там, ну, в рациях, честно, не разбираюсь, они вот по страйкбольным вот этим рациям разговаривают. И, как бы, ты их все слышишь. Не знаю, может, до них сейчас дошло, что нужно поменять, может, я какую-то секретную информацию сейчас сказал, извиняюсь. Вот. Ну, ты слышишь, когда будут обстрелы, ты слышишь, что там у них вообще происходит. Так, когда ты там, ну, там, ну, я вообще сам не участвовал, мне так вот просто люди рассказывали, что они там видели, какая там техника участвует, какие-то, что, то есть, такое. Там, там, минские угоды, это все такое. Это вот для гражданских где-то в Луцке, чтобы они здесь сидели, ну, ровно, как бы. И вот, да, у нас же минские угоды, у нас перемырье, там, все дела. То есть, ну, это такое, слова, это все, это слова, не более. То есть, это как, ну, это, если вдуматься, да, ДНР, ЛНР, это террористическая организация. Как можно прекращать огонь в одностороннем порядке на переговорах с террористической организацией. Это же, это вот абсурд, абсурд, абсурд и вот так, просто комбо, блин. Закончить службу я решил, вот, собственно, ну, я еще, сколько, покантовался, конечно, пару месяцев после того, как нас выбили. Вот, но, как бы, я шел добровольцем, я не шел становиться регулярным солдатом, да. Я не шел, ну, как бы, я приобрел навыки, да, научился, но служба, ну, я не шел служить, вот, как бы, я шел защищать страну. И для себя я сделал вывод, что я полезнее буду, ну, в гражданской деятельности. Ну, я для себя выбрал, как западную Украину, потому что, ну, у меня здесь есть родственники, вот. И, ну, сначала жил во Львове, потом вот переехал в Луцк. Луцк мне похож на город, в котором я родился, тоже вот эти улицы, ну, примерно тоже население, такие же улицы, так, ну, очень то же самое, вот, вот, действительно. И такая атмосфера здесь поспокойнее, во Львове больше суеты. Ну, у меня есть друзья крымчане, да, которые здесь, ну, друзья, товарищи, вот, они очень сильно плачут по Крыму, то есть, они очень обижаются про шут, ну, на шутки про Крым наш, там, про все эти дела, ну, у меня такого нет. То есть я уже, ну, не то чтобы смирился, что это не мой дом, просто, ну, как бы, ну, Крым и Крым. Собственно, мне здесь вот уже неплохо. Дом – это, в первую очередь, люди, которые тебя окружают. Там эти люди, ну, это, два миллиона двести тысяч человек – предатели, и как они могут быть дома? Иди сюда!